Всем привет, ребята! Есть такая торговая площадка, как и Тора. Мэти Гринспен – это один из лидеров этой площадки, а также их главный аналитик рынка. Достаточно уважаемый и известный человек в криптовалютном пространстве. Недавно на канале Bloomberg он заявил, что биткоин входит в новый параболический цикл, то есть находится в фазе параболического роста. Все мы знаем, чем закончился крайний параболический рост в 2017 году. Давайте послушаем его, чтобы сделать вывод, можем ли мы верить в это или нет. Поехали! Как вы можете объяснить стремительный рост биткоина, Мэтти? Спасибо за вопрос, Анна. Итак, есть много объяснений. Самое простое то, что это движение является частью большего цикла. Биткоин проходит несколько циклов перед мощными буллранами с десятками тысяч процентов прибыли за короткий отрезок времени, после которых случались сильнейшие откаты вплоть до 90%. И один из таких откатов мы наблюдали в прошлом году с 20 тысяч долларов до всего лишь с 3 тысяч чем-то, что около 85% падения. Сейчас ситуация на рынке говорит мне о том, что мы начинаем входить в следующий параболический цикл. Да, это интересно. У меня здесь есть график, и он находится за тобой, Мэтти. Надеюсь, мы не сильно грузим нашу аудиторию, но тем не менее, это индикатор новостных трендов на Bloomberg, который связан с биткоином. На нем отчетливо видно, что предыдущий сильный рост биткоина совпадал с максимально вариативным новостным фоном. Но этого не происходит сейчас. Значит ли это, что скоро мы увидим больше новостей вокруг биткоина, и он начнет расти еще быстрее? Ну, вопрос в том, что из чего следует. Цена влияет на количество новостей, или количество новостей влияет на цену? Я склоняюсь к тому, что больше новостей появляется как раз из-за цены. Биткоин на данный момент, как и остальная криптовалюта, является самым быстро растущим активом в мире. И даже учитывая последнюю коррекцию, биткоин вырос на сотню процентов с января этого года. Если СМИ освещают эти события, супер. Если нет, то есть другое общество, очень большое комьюнити, которое следит за криптоиндустрией. Но те новости, которые мы уже видели, говорят не о том, что широкое принятие биткоина уже не за горами. Например, Майкрософт объявили о желании использовать блокчейн биткоина для улучшения онлайн-безопасности. HTC тоже поставили публику в известность, что разрабатывает смартфон, в который уже будет строен биткоин-блокчейн. То есть целая нода будет прямо у вас в кармане. Мы также видели сообщения от платежного сервиса Flex, которым пользуются тысячи торговых точек в США, о том, что они разрешают своим пользователям оплачивать покупки криптовалютами. При этом кассир может даже не знать об этом. Как мы видим, есть очень много хороших новостей, а также очень большие объемы. Прямо сейчас они находятся на рекордных отметках. Мы видели, как фьючерс и CME прошли рубеж в миллиард долларов за день. И все топовые биржи сообщают о бисторических объемах на данный момент. Вот такая информация, ребята, сейчас распространяется в средствах массовой информации на Западе. И у меня вопрос, а верите ли вы в то, что параболический рост биткоина начался? Сейчас в правом верхнем углу экрана вылезет опрос. Перейдите по нему и проголосуйте. Давайте посмотрим на настроение криптоэнтузиастов. Чем больше людей проголосует, тем точнее мы поймем картину настроения рынка. Мне лично очень интересно посмотреть на результат, поэтому голосуем, не стесняемся. На этом все. Завтра увидимся. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Зарабатывайте и богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Д really. До скорого. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...